Добрый день, дорогие моему сердцу, участники сегодняшней нашей встречи. Всех вас поздравляю с Лазаревой субботой. Надеюсь, что все-таки Господь, который воскресил Лазаря, поможет всем нам, точнее, не оставит нас своей благодати, и поможет всем нам приготовиться. Действительно, воскресенье. Если мы знаем, воскресенье Лазаря, это было временным действием. Потому что знаем, что Лазарь почил, и сейчас его мощи находятся в Никосии, в столице Кипра. И для нас сегодняшний день – это событие, событие, которое напоминает о нашем воскресенье. Что важно в сегодняшний день? Ну, немножко уже сказали о воскресенье, понимание воскресенья. Думаю, мы стоим на пороге уже Страстной Седмицы. И чтобы для нас понимание, ведь фактически Страстная Седмица, так как я прочитал интересное сравнение, как купол с крестом, с луковкой и крестом. Ведь фактически, действительно, Святая Четыридесятница закончилась у нас. Немножко смотрю, что там. Знаете, потому что, чтобы отвечать на ваши вопросы, молодежь у нас привыкла работать с телефоном, а я вот, мне надо 150 помощников, чтобы как-то быть всегда с вами. Ну, я думаю, с Божьей помощью мы что-то не мог понять, как, где мне отчитать. Вот. Еще-еще раз прошу, задавайте свои вопросы. Буду рад на них ответить. Но хотел бы обратить ваше внимание на, опять же, послание апостола Павла сегодня. И апостол Павел нам пишет о том, что мы должны относиться к Богу, потому что со страхом и трепетом, но и в то же время мы должны понимать о том, что Господь есть огонь, все пожигающий. И вот если задуматься над этим, а что есть Господь, что есть огонь, все пожигающий. Ведь, посмотрите, ведь, от чего зависит сегодня, мы, конечно, прекрасно это все понимаем, и некоторые могут сказать, ну, что-то удивительного. Если железо проходит через огонь, то что происходит с железом? Огонь, ну, сейчас, конечно, стали правильные, а я еще застал Мартеновские печи, я ходил в Мартеновские печи. Сначала доменный цех, обработка руды, получение чугуна, потом Мартеновские печи. Вот, появляется у нас появляется, появляется, Богла стоит. Вот, появляется у нас Мартеновские печи, и после из чугуна уже образуется, уже формируется сталь, да, можем сказать, и добавки всякие, и тому подобное, но все это формирует в результате термической обработки. Под действием температуры происходят такие химические изменения. С праздником, дорогие мои, еще раз с праздником всех, всем Божиим благословением. Вот. И точно так же, что происходит, если бросить в топку солому? Что будет с соломой? А что будет с микробами? Я еще, ну, кто еще в старых фильмах показывает, еще во время Второй мировой войны, обрабатывали как инструменты? Не успевали, не успевали. Да, были уже автоклавы, все, но не успевали стерилизовать инструменты, и все равно над горелкой пропускали. Стояла хирургическая медсестра с горелкой, потому что такой поток был операций. И с горелкой обрабатывали еще для более качественного, для более качественного сохранения, простите, для более качественной обработки инструментов еще перед, уже во время операции, все равно обрабатывали, пропускали через гаунь. Зачем? Чтобы убить микробов, чтобы мы, то есть допустить чистоту, допустить чистоту, стерильность, чистоту. И вот если задуматься для нас, что есть прикосновение к Богу, от чего зависит? От состояния нашей души. Какое состояние нашей души? Кто там? Либо мы действительно тот камень, который, или тот слиток металла, который, да, мы стараемся угодить Богу. Либо мы солома. Кто там ходит? Пожалуйста. Простите, но куда деваться? Детвора. Вот. И от этого нашего соприкосновения с Богом у святых отцов интересно было сравнение. Что, посмотри, что будет, если мусор бросить в топку. Оно пожигается все. Вот представь, что в твоей душе горит огонь божественной благодати. И что? А враг рода человеческого подбрасывает мусор, грехи, пускает туда свои стрелы. Вот. И что дальше? Они будут пожигаться этой божественной благодатью. Вот точно так же, я думаю, дорогие мои, мы должны понимать, мы должны стремиться к этому. Поэтому, если в нашем сердце будет гореть благодать, то я думаю, я думаю, что что бы враг ни делал, я святый отцепечу, что сколько бы он ни старался, ничего у него не получится, потому что все будет попаляться божественной благодатью. Я часто повторяю эти слова, когда мы читаем молитвы после причастия. Войди во все суставы мои, во все утробы мои, попали всякую скверну. Мы просим у Бога после причастия. Вот, вот как мы должны относиться к таинствам церкви. И мне больно, когда есть те, которые люди, одевшие на себя такие же одежды, такие же украшения, и говорят о том, что для них это украшение, это не по ноге. Я умышленно сказал, это не кресты по ноге. Потому что человек, который не понимает, и который говорит, попридумывали себе еще в Великий Четверток причащаться, все прудутся, в Великий Четверток причащаться. О чем дальше с этим человеком говорить, если у него такое отношение к причастию? Поэтому мы должны понимать. Юрий, вы, наверное, опоздали, подключились. Я уже сказал, что Четыридесятница закончилась вчера. Я вчера совершал литургию, прежде чем священную, как раз мы на эту тему уже немножко поговорили. Поэтому я думаю, что для нас очень важно отношение. А когда человек к главному таинству церкви относится с таким пренебрежением, у меня возникает вопрос. Это вообще верующий человек? Когда человек отмечает свой день рождения и не думает, и говорит, попридумывали отмечать день рождения, тайн своей Евхаристии, сие творите в мое воспоминание. Ты свое воспоминание творишь, человеческое, а Евхаристию мне надо тебе воспоминать. Попридумали. Вот в том-то и оно. Мы рассуждаем, какая должна быть церковь. Христова должна быть церковь. И ко Христу должна приводить церковь. Только мы хотим, чтобы церковь была такая, как нам хочется. Прощала нам наши грехи, благословляла нас на все, что нам хочется, и все, что нам нравится, что нам доставляет удовольствие. И больше ничего. Поэтому, дорогие мои, насколько важно понимание основ церкви. Братья и сестры, вот Юрий пишет, да, все очень переживают за Владыку Арсения. Ничего я не знаю. Все, что в средствах массовой информации, то я знаю. Больше ничего. Ничего я не знаю. Но если судили в Днепропетровске, значит, суд принимал решение. Наверное, в Днепропетровске там и находится. Связь, конечно же, никакой связи нет. Поэтому только молитва. Только молитва за Владыку. Взгляните на эти глаза, на этот взгляд. Он не пустой. Он не отрешенный. Он не осуждающий. Он молящийся. Посмотрите на эти фото, как он в зале сюда сидит. Влад взгляд пронизывающий. У меня мурашки по коже идут. С какой крутостью, с каким смирением Владыка находится. Поэтому я думаю, что больше всего он нуждается в наших. Мы хотим по-человечески узнать, что это. Я знаю, что с ним Господь. Я спокоен. Потому что он с Богом. Нас Господь так сподобил. У нас духовники были одни. Я видел, как он стал, при мне он стал наместником монастыря Святогорского. Как из простого певчего. Он стал таким митрополитом действительно. Для меня это очень дорогой человек. Он не подстригал монашество. Принимал монашество. Поэтому наше дело молиться за него. Чтобы Господь его укреплял. И говорить о нем правду. Он мог бы закрыть стены монастыря и сказать, у нас тут монахи, вы нам нужны. И с детьми, и рожали, и что там не делали, не происходило в монастыре. Но я имею в виду хорошего. И всякие люди пришли. Я вспоминаю, как он с какими слезами раскладка старушка пришла. Босиком в одной ночной рубашке. 14 километров пешком ночью шла. От бомбежек. Приютили. Каждый нашел. Каждый нашел. Утешение в обители. Ни один не ушел неутешенный. Все то, что происходит, обращайся к ним, не обращайся. Это люди, имеющие уши, да не слышат. Имеющие глаза, да не видят. Поэтому, я может, немножко тихо сегодня говорю, но, простите, служба была, потом молебен еще был, немножко сел голос. Но ничего, я думаю, Господь укрепит. Братья и сестры, можно просто пожалейте меня? Вот вы пишете записочки за тех, за тех. Помолитесь, давайте вместе. Господи, я уже вот искренне говорю, Господи, ты совесь, помоги. За всех тех, кто просит помолиться. Не обижайтесь только на меня, если кто-то скажет. Вот. Поэтому, еще раз, для меня очень важно, вот насколько важно наше, вот как мы должны относиться к Богу. И вот Бог-то нас проверяет. И каждому дает по силам. И вот здесь вот мы просим, и молим, и плачем за Владыку. Плачем. Но, Господь знает, кому что надо. Нам главное не отчаиваться, и не унывать в этом. И думать, что нашу молитву не слышат. Слышит Господь? Все слышит. Ну, почему, для кого это? Не ищите ответа. Вот прошу, пожалуйста, и не ропщите, не осуждайте. Никого не осуждать. Никого не осуждать. Никого не осуждать. Поэтому я, вот, еще, еще раз, дорогие мои, сегодня, тем более, мы стоим на пороге. Да, верное воскресенье, но вспомните, фактически-то Господь плакал, когда узнал о Лазаре, о друге нашем, как он говорит, о смерти Лазаря. И плакал, когда Господь восходил в Иерусалим, сидя на жеребяти ослю. На верное воскресенье. Чего он плакал? Он плакал о том народе, который сегодня ему кричит, «Ассанна». Пройдет несколько дней, и будет кричать ему, «Распни его, распни его». Юрий, ну вот мне интересно, вот вы задаете такие вопросы, ну, пожалуйста, откройте и посмотрите, вот скажите мне, что непонятно? «Постная триодь» начинается с недели о матерее фарисеи. Книжка есть такая, «Постная триодь» называется. Откуда начну плакать? Юрий, вы всегда такие вопросы задаете? Или, что просто забить эфир, или, что не обижайтесь, но мне интересно. А это, а это, а это. Есть еще один, ну, вы знаете, я вас успокою, то есть еще один раб Божий Петр, но на четырех листах, и все одни вопросы, каждая срочка, это вопрос, вот представьте, на четырех листах. А то, а то, а то, а то. Почему левая пуговица, почему правая пуговица, почему петелька такая, это такая, это такая, это такое, а это, это. Поэтому вы же мне простите, но я вас спрошу, давайте, ну, мне бы хотелось, конечно, я понимаю, что, может быть, может быть, и не нужны эти наши встречи уже, может быть, хотелось бы, что-то, может быть, какие-то вопросы, которые действительно, что-то непонятно, что-то не это. Не хотелось, ни в коем случае, не хочу касаться какой-то политики, но, но, хотелось бы то, хотя бы то важное, то, что для нашего спасения, и для нашего, для спасения наших душ. Поэтому, вот, когда мы так стараемся относиться к этому, то, я думаю, ну, Юра, авторитетный, пожалуйста, я еще раз говорю, я понимаю все, но у нас постные тревоги, есть, пожалуйста, все, а то, что пишут, сейчас, знаете, я вам честно скажу, вот, как раз у нас духовник, с Владыкой Арсеньем, батюшка, так, отец Серафим, вот, отец Серафим, так он говорил, что это, сколько попиков, столько и типиков, а типик, это типикон, я не типик, ну, батюшка, конечно, мог и так сказать, мог назвать, батюшка немножко Еросвел, но Еросвел, это действительно, это настолько бывает, человек, духовной жизни, что, с Владыкой могли сесть и просто поплакать, батюшку вспомнить, спасибо, Господи, Антон, всем вам тоже благословения, знаете, можно, можно разделяться государствами, можно разделяться, там, территориями, знаете, Христос не разделяется, нас объединяет Христос, и я просто, возвращаясь к сегодняшней теме, все-таки к Лазаревой субботе, сейчас, был вопросик у меня, а почему о воскресении Лазаря не пишут другие евангелисты и авторы новозаветных посланий, но имеется в виду, я так понял, апостолы, а только упоминается Иоанн Гелиотана, вот, и вот этот вопрос, конечно, интересовал, хорошо бы было бы спросить у самых апостолов, но тех, кто занимались вот экзегетикой, кто изучал евангелистов, почему так, как ученые, вот, библисты, теологи, на этот вопрос, такого четкого ответа его нет, но, по стилю, Иоанн Гелиотана, она считается, так скажем, позже всех, она написана, и считается последним, которое было написано, из-за евангелистов, и, скорее всего, что, как считают ученые, что апостол Иоанн пользовался еще и другими источниками, дополнительными, и, есть тоже была традиция, что это настолько была, вот, известная всем история, что даже ее не стали и переписывать, вот, я просто для себя вот такие маленькие пометочки сделал, чтобы обязательно отвечать на, потому что это вопросы серьезные, вот, и здесь обязательно мы говорим о воскресении, ведь вся наша вера, это направлено лишь только на одно, на напоминание нам и приготовление нас к воскресению, воскресению наших душ, и поэтому здесь вот такой акцент именно сделал на Лазаре. С другой стороны, если посмотреть, но тоже, вы же вспомните, как они восприняли весть о воскресении Христа, и вот здесь вот могло быть такое, именно, почему другие евангелисты опустили эту историю, потому что, но могли посчитать, что разный упор, и здесь могли просто не поверить, что это все-таки, как бы, это могло и не быть, могло было такое тоже усомниться, но Иоанн Богословный не побоялся и внес этот факт, поэтому вот здесь почему так происходит, все-таки несколько вопросов, вот теологически мы сказали, что он особо подчеркивает, мы знаем, что это Евангелие, это как вот самый важный диамант или самый изумруд среди евангелистов, Евангелия Таана, это целевая аудитория, на кого была направлена эта аудитория, это люди с разными традициями и разными пониманиями, хронологически и графически в разных местах и описывали, как бы, когда уже составляли канон, то есть еще могли редактора, фактически, еще в первых веках христианцев, что вот это важный момент и каждый, есть такие моменты, которые, например, у одного евангелиста есть, у других нет, то есть это в том числе вот историческая достоверность, вот, это мы сказали, что что это слишком известно и вот, либо наоборот недостаточно подтвержденное и могли вызывать такие вот сомнения. Так, братья и сестры, я прошу, задавайте вопросы, то Юра задал вопрос, скажет вам, задаешь, а вы не отвечаете, а только еще ругаете нас за это. Нет, я вас прошу, пожалуйста, задавайте вопросы, хотелось бы, у меня есть еще вопрос, на который я буду вам отвечать, но вот это то, что мы заговорили о Лазаре в субботе, а мне все-таки хотелось бы, чтобы в божественном огне или об огне, который действительно может и попалять, согревать, просвещать, направлять, ну, и в то же время мы понимаем, что вот, как зависит это, Бог благословит, на всякое доброе дело, всех вас, дорогие мои, спаси Господи, вот, но и задавайте вопросы, а ведь огонь, опять же, это все зависит от состояния наших душ, от того материала, из которого сделана наша душа, а материалы это разные, либо это грехи, либо это добродетели, и если грехи, то они, божественная благодать, они просто испаряются, уничтожаются, и все, что с ними связано, и уничтожается, но если это добродетели, они, наоборот, закаляются, и взращиваются, и дают добрые плоды, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы старались, вот как раз быть диамантами, или хорошо, давайте чугуном, чтобы более хрупкий металл, но после термической обработки, после термической обработки, становится уже сталью, ну, конечно, не только в конце поста, во время поста, Владислав спрашивает, можно ли в конце поста обостряться страсти, однозначно, они обостряются, и враг, как мы уже говорили, ведь, смотрите, человек, когда вот карабкается на вершину, и вот, 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 вот еще чуть-чуть, еще немножко, или пусть проходит какой-то марафон, бежит дистанцию, и вот ему еще остается еще чуть-чуть, еще немножко, силы на исходе, он уже все из последних сил стремится достичь вершины и там получить награду. И самое важное, что в конце поста все получат награду. Поэтому, я думаю, что, и уверен, что враг рода человеческого, он-то и старается, когда ты уже вот-вот, вроде бы, достичь подвига, достичь вершины, и тут легче всего тебе подставить под ножку. Поэтому нам надо быть по-особому. Вот, Галина меня спрашивает, был ли я лично на схождении благодатного огня. Да, я был лично, я трижды был на схождении благодатного огня, и Господь так сподобил. Я стоял, вот, если лицом стоят кувукли, то с этой стороны, прямо возле сопла, оттуда, откуда подойдет патриарх, благодатный огонь уже. И последний год, последний год, просто, ну, честно скажу, уже я ехал, это что-то неимоверно тяжелое состояние. Это, ну, нас гнали, как скот, полицейские, бегом, 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 там это, потом зашли, ты не протолкнешься, ты не это. Куча проверок, это, ночью служили, и в восемь уже выезжать, в пять закончили, в восемь уже выезжать. Это, конечно, тяжеловато было, но восхождение огня, ну, если вы видите, где-то после полтретьего, и вот до десяти, вот это, они нас так гоняют, то бегом гонят, то потом держат просто на спалящем солнце. Это, это не наше солнце, там очень жарко, и ты нигде не спрячешься. Вот. Потом, пока запустят в храм, там уже не протолкнешься. Ну, вот Господь настолько милостив был, что я вот стоял три этих раза, стоял возле сопла. Вот фактически один из первых, какой-то из кувукли, когда патриарх дает, я мог зажечь свои свечи. Вот. А в третий год, ну, как-то, ну, столько почему-то, и какое-то пошло у меня сомнение. Ну, я человек, не осуждайте меня, пожалуйста. Пошло у меня сомнение, что, ну, как, не может быть, что, ну, думают, а все говорят, да, ломбадка там стоит, да, там какие-то свидетели, какие-то эксперты, какие-то, кто-то там просто патриарх заходит, помолился и выходит. Хорошо. Ну, а если, ну, кто был в Русалиме, то, если нормально, когда людей нет, вы, можно просто спокойно, так скажем, это сопло увидеть в пределе ангела. А, кстати, это в пределе ангела. Вот. Ну, я же заглядываю, ну, свет-то в темноте бы был виден. Нет этого света. Нет. Нет. Патриарх уже зашел, все, он молится, он в Кувуклии. Это третий раз, который был уже, когда больше всего у меня было болений. Вот. Огонь еще не сошел, еще патриарх не подал. Огонь. А за спиной на втором этаже какой-то шум гам-тарарам. А, ну, вот так вот, если патриарх зашел, как-то, как тишина накрывает все, то шум гам-тарарам, вот посмотрите, это прямую трансляцию, я думаю, будет и наши каналы украинские показывать, все будет это. Вот. и тишина накрывает, и как бы все замолкают, все в таком ожидании, в таком трепете, ну, какой-то шум, конечно, это, ну, что-то, это же люди. Вот. Ну, короче, тут еще патриарх ничего не дал, а уже началось ликование на втором этаже. И буквально там, я знаю, может быть, пять, десять секунд, и патриарх подает огонь в сопло. Мы зажигаем же, все, бегом, бегом, бежать же из храма уже. Да, вот я свою бороду, вот эта вне борода, я с 98-го года не подстригаю. Вот. И это, умываемся огнем, все, ничего, ничего. Вот. И там, с кем мы вместе были, мы собираемся, все. И я говорю, ну, что за люди, ну, вот, что за люди. Ну, огонь еще не сошел, а они уже ликовать начали. Ну, что вот такие нетерплячь? А он стоит, этот мужчина, покраснел и плачет. Говорит, Владыка, это я был на втором этаже. Это у меня свечи в руках зажлись. Вот, если, ну, ему уже начали, то есть, патриарх еще не дал сопло, а там, на втором этаже, за моей спиной, уже зажлись свечи. Какой мне смысл говорить неправду, если скажут, что специально папой опять выдумали? Что можно выдумать? Нет, от этого что будет? Рейхинг поднимется? Верховную радость берут? Или что? Поэтому это мое свидетельство, и я говорю, Господи, слава тебе, ты мне утвердил в моем сомнении, я сомневался, но Господь не оставил и показал мне правду. Вот и все. Господь сердцеведец, кому и как, и что нужно. И вы знаете, после этого потом же эпидемия коронавируса, и вот больше я пока не ездил. Но и с другой стороны, тоже уже думал, что я уже не, как бы уже не буду. Тяжело, очень тяжело, но радостно. Господь мне открыл, Господь мне показал, я стал свидетелем. Я думал, что буду просить, чтобы уже вместо меня другие, чтобы люди тоже могли стать свидетелями. Чем больше будет свидетельств этих чудес, тем больше будет укрепляться наша вера. Юра опять спрашивает, да, да, освещается именно, да, сегодня она в сеночном, что вера освещается сегодня на сеночном. Ну, многие приносят, ну, вот скажите, Юр, вот как вы ко мне отнесетесь? Ну, вот у вас сегодня что-то не получилось, вы-то мне это и принесли в воскресенье. В субботу не получилось, вас прийти, принесли в воскресенье. Батюшка выходит, что приперлись, или, ну, пусть батюшка деликатно вам скажет, дорогой человек, мы веру освещали вчера, а сегодня мы освещать не будем. Что вы батюшке скажете? Вот и все. Это догматический вопрос. Я не считаю, что это догматический вопрос, когда веру освещать. Поэтому, да, я освещаю, я освещаю, я читаю молитву, это там батюшка уже, пожалуйста, люди, кто пришли, люди пошли, покропили батюшкам. Поэтому, там одна молитва, это же не литургию совершать там, или это, поэтому большого труда не составит. А люди, ну, это уже не мне отвечать, я, я должен, я людям это говорю. человеку это надо услышать, слышать или не слышать. Это уже, я в этом виноват, или кто? Вот, поэтому мы должны тоже слышать, а если мы, а я не хочу, а я не это, а мне это неудобно, а я лучше пойду, поиграю, там, в бомбинтон, или еще в карты, а потом, а завтра пойду вербу освящу, или верба это просто, да, для нас. Кстати, вот это тоже очень много, мы сейчас заговорили о вербах, там, не я исцеляю, верба тебя исцеляет. Какая тебе верба исцеляет? Там, бью, или там что-то, я сейчас эти приговоры, куча всяких, это. Верба это символ, символ нашего воскресения. Хоть весь дом засыли, хоть построить дом из вербы себе освященный, но ты там будешь жить во грехах, толку тебе с этой вербой, только еще больше наказания будет. Поэтому, мы должны с пониманием относиться к вербе, и думаем, это какая-то, да, это освященная верба, освященная, но Господь освящает. Поэтому, мы должны относиться и с благовением к ней, и спрашивают часто, что с ней делать, можно сжечь, можно сжечь, потом просто закопать уже, закопать остатки, пепел уже этот. Вот, поэтому, и наше отношение к вербе, и люди больше, приходят в церковь, когда что-то освящают. хорошо, а остальные дни, а нам это не надо. Ну, эти атрибуты, они будут, они будут как, вот мы уже заговорили, это будет как тот огонь, который будет излучать. Только огонь не во спасение, а огонь во осуждение. Это тоже бывает. Никто скажет, да что вы все время пугаете, что вы все это. Да я не пугаю. Простите, меня так научили мыслить. Я должен предупредить. Я должен предупредить человека, чтобы он не заболел. Я должен сделать профилактику. Да, мы сейчас, меня могут осудить, там, или еще, Симашко процитирую. Но медицина будущего, это медицина профилактическая. Но профилактическая медицина, я говорю, тогда можно и судить табличку, которая на трансформаторах висит, или на железнодорожных путях. Не влезай, убьет. Что же она, предупреждает, они пугают смертью. Черепа с косточками рисовали. Что это значит? Или на ядах рисуют, черепа с косточками. Понимаете, мы должны тоже это, относиться к этому с пониманием. Мне смысл вас запугать. Бог есть любовь. Бог дает нам эту любовь. Но если ты не, я должен сказать, что будет с тобой, если ты потеряешь эту любовь. Отвернешься от Бога. Поэтому для нас это очень важно. И здесь не запугивание какое-то, а наоборот предостережение. Или пишут, нельзя делать то-то, то-то, то-то. Да что же, ну что вы тут нас обижаете? Поэтому мы должны понимать, что здесь не напугать, а... Ну вот смотрите, Антон спрашивает, четыре раза в год поститься. Но четыре великих поста, многодневных поста. Это установление уже древней церкви. Установление, это традиция, это добрая традиция. Мы приготовляем свою душу ко спасению. И пост нам в этом помогает. Поэтому я думаю, что... Я сказал не Кассия, в Ларнаке, да, простите, Юрий. Я с вами полностью Юрий написал, что в мощей праведного Лазаря в Ларнаке. Нет, мне не приходилось бывать. Не приходилось. Я был на Кипре, но я тогда был с другими людьми, и просто у меня не было возможности туда попасть. Вот. Но хотел. Честно скажу, и хочу. А в Киевском монастыре был. В Киевском монастыре был. Почему нельзя служить батюшкам, уехавшим за границу? Почему нельзя служить батюшкам, которые уехали без благословения, бросили свой приход, я не благословляю служить за границей? Почему? Потому что это будет... Священник здесь за пять километров от линии фронта, имея и детей, и семью, но он говорит, «Я никуда не оставлю свою паству». А человек, который сбежал от своей паства, что делать? Я не благословляю. И с такими архиереями я беседовал, это наше такое мнение, что человек — это как предатель. Тем более, когда пишут, обещают, а потом не выполняют свои обещания письменные. пусть этот священник почитает присягу, которую он давал. Кому он присягал? И что в этой присяге написано? Это предательство. Там можно всю епархию отпустить. А что, там же есть люди за границей, им нужно окормляться. А здесь не нужно людям окормляться? Здесь не люди сидят? Дураки? Что остались? Вот и все. Но Юрий говорит, что сейчас замечательно, что можно даже и пальмовые ветви приобрести. Но, слава Богу, что это возможность есть. Но ведь, я понимаю, это символ, все, а ведь, так скажем, в других церквях, особенно греческих, это называется пальмовое воскресенье. Это у нас вербное. Так. Но здесь, понимаете, вот Мила спрашивает, почему крестные не должны быть женаты? И можно ли, если в свидетельстве о крещении вписан только крестный, потом писать крестный? Меня крестили при анимации, поэтому меня только крестный папа, крестной мамы нет. Но, смотрите, Мила, тут немножко надо разбить состояние. Вот. Почему не могут быть женатыми? Потому что, все-таки, это духовное должно быть раствор плоской. Но, по большому счету, по большому счету, таких канонов нет, чтобы они четко запрещали. Но, опять же, это традиция. Что изменит от того, что вы сделаете запись в свидетельстве о крещении? И что изменится, если это, это человек, который хочет быть вам крестной мамой, будет всегда за вас молиться, будет вам помогать и духовно наставлять. От записи все зависит? Нет. От ее отношения к вам. Если она хочет этого, и вы ее таковой считаете, то греха в этом нет, и никакая запись это не изменит. если бы это имело какую-то юридическую силу, наследство или еще что-то, это я еще понимаю. А здесь? Здесь важно духовное родство. Я тоже, я даже не помню моих крестных, я их не видел, может быть, в глаза-то. Может, видел когда-то, не помню я их. Но есть человек, монахиня, схемонахиня Серафима, которая научила мне читать, повозила по святым местам и тому подобное. Да, это для меня моя крестная, но она не участвовала в моем крещении. Но она меня научила, она ее не к вере привела. Поэтому здесь вот важный результат, важные действия, а не слова и записи. Дуже часто говорят, что не варто молитвыся сугубо за людей, которые в расколе або не верующие. Но у меня дедусь с появлением поведения в педсу был ее прихильником. Больше 10 лет я всегда, уведомившись, бабусь и дедуся рассказали про нашу церковь, привезли про святые. Дедусь, надеюсь, повернулся в церковь, посповедался и причастился. Стимулом для этого стала и изменена календаря. Помнивши таких людей в час читания в Закалене не может зашкодить людыни, яка молится. А на чему такое? Вот смотрите, Наталья, мы не молимся, а мы, Господь, честной своей кровью, примирись с единственной своей церковью, если, например, когда высыпаются частички. Вот. А здесь, пожалуйста, если вы читаете псалтырь дома, келейно, можно молиться, нужно молиться. Мы же говорим из-за самоубийства можно молиться. Дома, келейно. А нападать на просковиде уже нельзя, потому что человек отпал от церкви. Но частичка ложится возле Христа, а потом еще опускается в кровь, погружается. Ну вот, представьте себе, то есть это символ же единства со Христом, а он вне церкви. Как он со Христом? Другого вне церкви Христа нет. Он был, я имею в виду этот человек, но ушел. Или вообще не пришел ко Христу, он есть. Но Христос в этом не виноват, и церковь в этом не виновата. Но церковь молится за тех. А мы можем молиться, если тем более это наши сродники. Мы можем за них молиться келейно, раздавать милостыню, просить Бога. Поэтому для нас вот этот момент важен. Почему ночные кошмары Бог допускает? Ну, Господь, может, и допускает однозначно, но здесь еще и вражеское искушение, и наша молитва, и Господь нас проверяет. Поэтому здесь думать, что Господь попускает, мы всегда хотим. Почему? А почему не задим вопрос? За что? За грехи за наши. Ну, мы пришли, покаялись, перечитали, как у меня один, я уже, наверное, рассказывал эту историю. Один постоянно на исповедь приходил с бумажечкой. Ну, я взял, пришел он в очередной раз с этой бумажечкой, я взял ее и порвал. Он говорит, Владыка, а что вы сделали? Я говорю, в смысле? Ну, я бы на следующий раз опять с ней пришел. Говорю, так подожди, а зачем тебе тогда это все? Он ходит и ходит, ходит и ходит. На следующий исповедь он ходит, заламинировал свои грехи. Я уже взял ножницы и порезал все равно ему. Вот. Ну, мы при фронтовой, Юра спрашивает, планируются ли ночные богослужения Запорожской епархии? Я буду служить ночью, а так в Покровском соборе, а так в связи с тем, что единственный храм, где фактически есть укрытие. Вот. остальные храмы будут уже с утра. Мы при фронтовой территории, все-таки всякое бывает. И в том году у нас разбомбили храм на Пасху в Камышевахе. Сын играет в телефоне 16 лет. Читаю за него Пасхалтыр. Может, еще что-то читать и обязательно ли благословение, батюшки, на чтение канону? Спасибо Господи. Значит, на любой подвиг нужно благословение, что это уже не от себя я делал, я так хочу, а уже делаешь по благословению. Поэтому Остап, нужно это. Сегодня я прочитал интересную, не сегодня, а накануне я прочитал интересную, но сегодня я рассказал на проповеди интересную историю из жизни поиски святогорца. Он читал Евангелие. Он читал Евангелие за одну женщину, которая решила. Ему приснился сон, такой был тонкий сон, что поле с сорняком, это растет культура. И огонь с неба сходит. Я сегодня об огне рассказывал, и Слово Божие мы же тоже огненным говорим и огнем сравниваем с огнем. И он читал Евангелие. И был ему сон, что с неба снизошел огонь, и попалил все эти сорняки. И он молился, Господи, открой, что это? И открыл ему Господь, что поле посеяное, засеяное, но среди доброй культуры встречаются эти сорняки, это душа, той, за кого ты молишься. А огонь это божественная благодать по твоим молитвам, через Слово Божие. И так Господь попалил. Ну, Лариса, то же самое. Можно Ивангелие читать. Поэтому так. Вы знаете, можно ли считать священник, священник, мне когда-то ватюшка сказал, возвращаясь к Владыке Арсению, что можно требоисполнителей много, священников мало в том тайну. Иоанн Золотовус что, народ подымал, непослушание кому-то проявлял, свои там какие-то интриги плюл. Принял это. Да, наказали, хорошо. Ну, нехорошо, конечно, спаси Господь. Господь, да будет твоя святая воля. И пошел. Куда девать освященную воду? Спалить. Спалить и закопать. Я уже сегодня это сказал. Я, пожалуйста, я можно поотвечаю на вопросы? Вот. Что такое хула на Духа Святого? И что такое богохульство? Я кратенько буду говорить. Вот. Это везде написано. Можно почитать. Просто что, понимаете, вот, мне иногда подходит лыка к крестнике подходит, но сейчас уже отучил. Я, правда, очень нервничаю, когда они не понимают. Простите меня. Вот. Не знаю, как решать. Что ты делал? Какие ты действия? Что ты по этому поводу читал? Ничего не читал. Так, а что ты хочешь? Ну, как ты можешь решить, когда ты ничего не читал по этому поводу? Вот, что ты прочитал? Объясни мне. А теперь, что тебе здесь непонятно? Вот точно так же это. Что такое хула? Хула на Духа Святаго это самоубийцы и расколы или ереси. Это хула на Духа Святаго. То, что отрицает присутствие или удаляет, отсекает от человека присутствие благодати Божией. А богохульство это как раз это оскорбительное непочтительное отношение к Богу и святыне. Это мысли тоже наши, высказывания. Вот, но это то же самое, что клевета на церковь. Это тоже богохульство. Люди этого не понимают. Люди этого не понимают. Я сегодня на телеграме написал по этому поводу. Вот, поражаешься. 30 лет как раз трагедии в Руанде. И кто это все довел? Все это довели средства массовой информации. Вы знаете, мы вчера ходили цветы возлагать к памятнику чернобыльцев. И вот одна женщина идет, она не просто отворачивается, она вот так вот рукой, чтобы не дай Бог не увидеть себя. Мы шли ей навстречу. Представляете? Это же, помните, это есть такое выражение у Ильфа Петрова. Остап Бендер назвал кису Воробьянина жертва аборта. А здесь это жертвы пропаганды. Это жертвы. Это изродованные души людей средствами массовой информации. Если их можно так назвать. Средствами массовой деградации. Это же никто не думает. Думает, да, меня могут отклеветать, а мне столько гадости пишут. Слава Богу. Я знаю одно. Один умник написал, что меня задержали, я за рулем сидел. Я никогда руль в своих руках не держал. Даже мне права нет, нигде ничего. А чем дальше? А люди верят. Люди верят, их читают, смакуют. Поэтому смешно это. Слава Богу. Нам, конечно, и мне бы, я бы еще раз хотел, говорите правду. Говорите правду о церкви, говорите правду о священниках. Не бойтесь этого. Не бойтесь. Мы ничего дурного не делаем. Не надо лгать. Не надо придумывать каких-то чудес или еще что-то. А надо говорить правду. Вот что важно. Пожалуйста, вот есть вопросы, конечно, есть вопросы, которые сейчас в связи с сегодняшним положением в стране мы не имеем права. И не надо никому это рассказывать и пересказывать. Следите за своим языком. Вот о чем хочу попросить. Запытание слова в 50-м псалом. Сердце сокрушено, Бог не уничтожит. Якою мое быть людина, чтобы иметь такое сердце? Как иметь такое сердце? Якою повинна быть людина, сердце сокрушено? То есть человек сокрушается о своих грехах. Не так, что ой, Господи, это я, и все. А действительно старается каяться. Ведь когда написал этот знаменитый псалом царь Давид? Ведь после его грехопадения. И как он каялся со слезами на глазах, как каялся апостол Павел, как каялась Мария Египетская. Я ни в коем случае не прошу запираться в башню, как это сделал царь Давид. Ни в коем случае не прошу идти проповедовать о Христе только это, или как Мария Египетская уходить. Но сокрушение это понимание своей греховности осознаниями на осознании и желание исправиться от этого. И с этим будет Господь тебе помогать. С батюшкой Зосимой мне подарил как повлияло на вашу жизнь общение с батюшкой Зосимой из Никольского. Ну вы знаете так пришлось мне. Я служил в храме, который фактически он духовно окормлял и окормлял тех людей, которые там находились. Вот. Я фактически последний, кто приезжал, исповедовал, прощал батюшку в больницу и вот. И батюшка, конечно, некоторые вещи я не могу сказать, но человек, который любил людей. Любил людей. Многим могут о нем говорить, но он никогда не говорил о каких-то политиках. с политиками может о политике говорил, а мы с ним говорили о Христе, говорили о покаянии. Просто если бы кто-то увидел его ноги, просто я вам передать не могу. Все это безропотно терпеть. Безропотно. Вот я такие же ноги еще видел у отца Анатолия Морощука. Недавно тоже Царство Небесное почившего он был духовником Никопольского благочения. Поэтому это люди и при этом пошутить и поэта настолько жизнерадостно и поражаешься. И нам ли роптать? Нам ли роптать? Вот это человек, который настолько давал заряд. конечно мог и подзад дать, простите образно поругать так, чтобы здоров снятие. Заслужил конечно. Но и с любовью мы с батюшкой ездили вместе я тоже был с батюшкой в Иерусалиме. Батюшка меня с собой взял. Поэтому это для меня очень дорого. С такими людьми это очень дорогого стоит. Христос призывает всех к покаянию. Почему тогда священник прерывая исповедь и обращаясь к присутствующим в храме громогласно заявляет он меня осудил и не подходит ко мне вообще. Чем не выполняет призыв Господа нашего Иисуса Христа придите ко мне все и не соблюдает тайну исповеди. Нам прихожанам брать пример указывать друг на друга в храме и объявлять всем присутствующим громогласно что тот или этот согрешил против меня тайну исповеди рушать нельзя всем священникам или нет. Сам Господь и священство призывает к покаянию а этот священник наоборот вас не беспокоит такая ситуация. Ну пожалуйста Роман сообщите кто это священник. Напишите. Ну если он себя так ведет он имеет право нет не имеет что вы от меня хотите я должен наказать кого мне этот священник он может быть я же не знаю что там было но эту ситуацию мы разбираем я не позволяю себе так вести священник хотя вы можете меня винить я тоже такое бывает со священниками Владыка вы ругаете батюшек в алтаре но когда батюшка не знает что он пыль хотя бы с престола стелит я же не просто так почему у тебя волос седой а не это естественный или еще что то поэтому здесь нужно понимать а священник не имеет права на исповедение ну что же мне делать я вот сейчас священников исповедовал и меня осуждают а что делать я такой да я человек имею свои недостатки и все это я должен понимать это относиться с пониманием начну кричать что от этого будет толку посмотрите он меня осуждает да значит заслужил да вместо того чтобы враг может специально специально вспомните я уже эту историю тоже повторяю часто Василия Розанского люди толпа собралась а он был святой жизнью человек толпа собралась и видела как у него из кельи вышла голая женщина они его за шкирку взяли на мантию и бросили в реку завернули в мантию он встал на мантию против течения поплыл и в Розан приплыл так поэтому здесь состояние но придавать это огласке публичной пожалуйста напишите четко укажите готовы прийти и сказать да это этот священник пожалуйста будем разбираться я готов это делать и я не хочу этого терпеть как должен вести вот опять же Роман спрашивает как должен вести себя христианин в инославном окружении христианином поступать в польский лицей христианином не теряй свою веру в Рашаве есть православные краны туда и ходите спокойно не надо ни о чем спорить тем более не спорить о вере ни в коем случае не спорить о вере самые страшные споры это споры о вере самые страшные войны это религиозные войны и вот Арганду мы сегодня вспомнили тоже и тоже представители одной из конфессий христианских участвовали в этом все были осуждены судом поэтому можно поздравлять католиков сражения это их праздник это же не значит что вы можете разговариваться в этот день 25 декабря поэтому вести человеком быть себя человеком спрашивают о твоей вере расскажи не стесняйся а если начинают спорить не спорить ну Юра спрашивает не не получается это ну у меня когда не получалось я конечно старался почитать опять же вот монархиню Серафиму я вспомнил о нее все было она была в свое время регентом псаломщица у отца Зосимы еще в Александровку к нему ездили вот и у нее она все переписала потому что книги не издавались еще в начале 70-х и у нее все было переписано и вот это я первый раз пришел а мы на Всеночную не поехали под Рождество а хотели ночью поехать но она говорит ну давай вычитаем Сеночную у меня канон и я все и она как достала эти свои тетрадки боже 8 часов тут только пришли со службы с сочельником это было для меня первое она меня учила читать еще не просто по книгам а по ее записям но она старалась писать вот у меня сейчас некоторые тетради сохранились конечно интересно вот поэтому есть возможность почитать ну а так уже положитесь уже на волю Божию ну так нельзя все равно надо Елена знаете мы же тоже понимаем кто-то кто-то имеет семью кто-то переживает за что-то что это вот это это не тот вопрос который мы должны обсуждать и это священник выгнал из храма примите как волю Божию когда тебя вот тебя Господь очищает ну и из-за него тоже ведь тоже он-то грех совершает он-то совершает грех вот и лишает вас этого причастия но себя это все-таки можно я думаю найти возможность где-то поблизости сходить в храм и причаститься да можно осветить мило спрашивать рассказывать про икону что происходило можно осветить эту икону но знаете лучше так скажем не поддаваться на это может и дьявольское такое искушение тоже ведь образы принимают же ангелы дьяволы бесы ну или я не не строй я думаю что я строй может другие знаете я не могу себе сказать строгие не строй что я грешный да однозначно в этом году сходить а дело нехитрое а дальше что а что дальше батюшка Зосима в больнице Калинина в Донецке спрашивают где скончался батюшка Зосима там храм же первый храм больничный был Донецкой области Агапита Печерского Юра я не пойму о чем о чем вы пишете простите так ребята я уже две минуты ваших забрал Елена не пойму почему правду нельзя говорить но это его грех не ваш говорить правду не можно вот потому и пострадала и тайну успеть тоже рассказал всем но это его грех и но знаете вы его покроете любовью вы за него молитесь вы за него молитесь а уже пусть Господь его судит но не вас а вы осудив его будете вместе с ним же так же отвечать тогда то есть не приняли значит сможете понести это хорошо Кладия и молитву читать, когда ныне есть страх. Взгляни на крест. Или молитву к кресту можно. Здесь к любому, даже святому, если будем обращаться, он поможет. Матери Божией. Спасибо, Господи. Всех вас, дорогие мои, благодарю за сегодняшнее участие, за вопросы. У нас более-менее живенько все прошло. Всех вас еще раз хочу пожелать, чтобы вы были все-таки тем добрым материалом, который бы после обжига, после прикосновения Божественной руки, Божественной благодати, как раз только становились тверже и добродетельней. С преддверием Пасхи, конечно, хотелось бы, чтобы все, Господь помог нам избежать этих всех неприятностей, помог нам в этом мире устоять. Но будьте с Богом, Господь вас никогда не оставит. С наступающим верным воскресением. Не забывайте, что это не только радость и освящение веры, но это слезы Христа. И о чем он плачет? Плачет о нас. Страстная седмица — это вершина, это наш подвиг, нашего подвига. Мне бы хотелось, чтобы это просто использовать для нашей души и с радостью встретить, все-таки, несмотря ни на что, встретить Пасху Христову. А она будет всегда. Всех вас храни, Господь!